Теперь можете посмотреть первую, вторую, вокруг одежды. Есть там первая, вторая облочка. Вторая. Она чуть поменьше, чем на человеке, но она там тоже присутствует. То есть одежда становится второй кожей, она несет информацию о человеке. Причем она имеет обоидоострое такое свойство. Это хорошо используют в народной магии. Такой симпатический эффект называется. Это когда, имея вещь своего врага, можно ему что-то сделать. Ну, либо наоборот, ему сделать что-то хорошее, либо делать что-то плохое. Потому что это все равно, что иметь человека в целом. То есть воздействовать на него в целом. Именно поэтому нежелательно обмениваться с другими людьми одеждой. Потому что когда вы берете на себя чужую одежду, вы берете еще и часть информации об этом человеке. Если человек здоров и ему все хорошо, ну хорошо. Если человек больной, значит вы можете брать информацию от больного человека. Я не говорю, что у вас появится та же самая болезнь. Но как минимум вам будет... А если отдаешь на себя? В смысле отдаешь на себя? Свои? Да. Ну давайте, но вы должны понимать, кому вы отдаёте. Ну вы должны понимать, кому вы отдаёте. То есть, ну если... А если ты не понимаешь, то есть много отдаёте на благотворительность вещей. Ну у нас не так много людей, которые занимаются подобными вещами. И я не думаю, что те вещи, которые вы отдаёте на благотворительность, что с ними кто-то... То есть, ну просто столько семей есть, у которых есть дети, а мама должен себе позволить, там, или я, сам, или... Ну это же касается, кстати, тех вещей, которые, ну, носятся регулярно. То есть, те, которые, если ты не носил, получается, она вообще не успела стать. Ну если ты не носил, то она... Вообще она становится твоей в течение, ну, скажем так, если ты её носишь где-то 3-4 дня, она уже становится твоей. Вподряд? Да. А ваша становится твоей. И в жизни столько вещей не подряд не носил. Вы можете в качестве эксперимента посмотреть на новые вещи, которые в магазине. На них будет только первая. Если её кто-то не носил, далась. Ну, если вы пришли в магазин и смотрите, и на вещи находится вторая, есть ещё и вторая, уже вопрос, кто... Вопрос, кто её поднашивал, далась. Вещи из секонд-хендов вообще очень опасны. Потому что иногда в партии, в секонд-хенд входит холодная нога. В общем, одежда, которая снимается с покойников в крематорию. То есть человека, когда, когда он умирает, то есть эта золотая одежда, иногда придёт в секонд-хенд. То есть она была на покойнике и она попадает в партию. Ну, даже наличие нескольких таких вещей в партии, в мешке, к примеру, может дать эффект чума. Будет фонить весь мешок. Скажите, ну есть же методы очистки, скажем, этих вещей? Есть методы очистки. Ну, вообще... Разве проточная вода, всё-таки чём? Вообще, как бы, раньше ритуалом было всё, ритуалом было приметой борщ, ритуалом было убрать в доме и стирка тоже была определённого рода ритуалом, особенно ручная стирка. То есть ручная стирка подразумевает под тобой то, что женщина, она осознанно это делает и она задаёт определённую информацию, кроме того, это взаимодействие со стихиями. То есть здесь присутствует вода, когда человек моёт, здесь присутствует земля, потому что раньше, ну, раньше стирали щёлочи, то есть присутствовал элемент земли, здесь присутствует элемент воздуха, когда сушится, здесь присутствует элемент огня, когда это всё гладится. Но в современном мире, конечно, этого всего нет, потому что это делает бездумная стиральная машинка, туда забрасывается. Которая просто про внешнюю вред сняла. Она просто променяет и всё. Многие даже гладить ленятся. То есть вытащила и этого достаточно. Поэтому, в принципе, чистить. Скажите, а в отношении продуктов, допустим, хорошие и плохие. Как-то вот на продукте не будет первой прослойки. Получается сочинение. Будет первая. Иногда первая там сливается со второй. У нас нет овощей. Ничего. Иногда первая сливается со второй. Яблок. Что такое яблок? Получился гранат вместо яблок. Отлично. Такое яблоко. Во-первых, оно тонкое. И продукты, которые не очень качественные, присутствует очень много пестицидов. Они будут практически прозрачные. То есть первая будет прозрачная. Это такой нейтральный продукт. У него нет ничего плохого, но у него нет ничего хорошего. То есть второй практически не будет? Второй практически не будет. А если она хорошая? Здесь, если хорошая, то вот эта первая, она будет практически сливаться со второй, но вот эта первая будет иметь какой-то цвет. Ну, совершенно разный. При этом свечение там совершенно разное. Хотите увидеть яркие цвета, кислотные цвета? Зайдите в алкогольный порядок. Поставить бутылку водки, увидите, что она светится в ярком, зеленом, ярком, зеленом свете. Кислотном. Кислотном, кислотно-зеленом цвете. Ну, возможно, зеленый змей, возможно, отсюда. Скажите, отсюда можно взять вывод, что, допустим, чем больше первый слой у человека, тем, получается, он мощнее или сильнее? Прокачен. Ну, тем больше он физического здоровья. Энергетического или физического? Физического здоровья. То, что касается первого слова, это то, что это его физическое здоровье. А второе? А второе, это его эмоциональное здоровье. Так, третье, духовное. Ну, можно так назвать. Или как? Можно так назвать. А второй, это уже как раз ближе к энергетике. Потому что наша энергетика очень тесно связана с нашим эмоциональным зарядом. То есть, человек… Ну, и… Вообще энергетика человека очень тесно связана с его эмоциональным зарядом. Опять же, на нашем сайте есть одна из статей, посвященная как раз положительному и отрицательному заряду. Поэтому человек может быть положительно эмоционально заряжен по жизни, может быть отрицательно эмоционально заряжен по жизни. Положительные эмоции – это те, которые ему помогают, а отрицательные – это те, которые его разрушают. Хотя бывает такое, что человек на самовозрушении живет намного дольше и лучше. Ну, можно на самовозрушении. Да. Это зависит от характера его. Если он вампир, то даже нормально для него? Да. Ну, к примеру, те же самые травы тоже раньше собирали с пониманием вот этих вот цветов. Потому что одна и та же трава, которая растет на одной и той же поляне. Вот. Ну, одна растет где-нибудь в тени, вторая растет на солнце. В общем, совершенно разные свойства. Чем гуще получается эко-прослойка, ну вот первая, тем лучше. Гуще. Ну, и тут уже зависит от вашего личного отношения к этому цвету. То есть, если вы подходите… Ощущения. То есть, на ощущения. То есть, на ощущения. То есть, дать шкалу, что вот эти цвета плохие, а вот эти хорошие – это будет неправильно. Потому что я не знаю, что вам на данный момент нужно. Просто понимать по той же шкале, которую мы дали, что под собой несет то или иное. Те же самые продукты. Ну, если человек слишком радостный, слишком добрый, ну это тоже может пойти во время своего. Ну, из такого плана. Цвит папороти. А, цвит папороти, да. Насчет цвита папороти. Знаете, что такое цвит папороти? Ну, светится. На Ивана Купала. Ну. Ищут цвит папороти. Ну, да. Вот. А это была такая рудочно украинская традиция. И казалось цвит папороти. Потом, при переводе на русский язык, цвит папороти превратился в цветок папороти. Цветка папороти не существует. Цветка папороти не существует. А цвет папороти – это папоротник, который светится практически как костер. То есть, когда на него смотришь. Когда ты умеешь смотреть. Когда ты умеешь смотреть. Когда ты умеешь смотреть, и ты видишь этот папоротник, он светится как костер. В любое время? Не в любое время, в определенное время. То есть, на Ивана Купала? На Ивана. Ну, там не Ивана Купала. Там период где-то от… Недели по 4. Да, больше даже. Где-то вот за 3-4 дня до солнцестояния и вплоть до середины июля. Это связано конкретно с лунным периодом, вот у него как бы цветение такое, или его энергия, или… Нет, это связано скорее с солнечным периодом. И связано с тем, что насколько… Ну, травы просто в это время как раз и собирали. В разных регионах это на нас посвящалось. Но в основном в это время собирали. А что в смысле было? Ну, обряд ли было, что это? Собирание цвета папоротника? Ой, ну там в легендах рассказывают. Человек может научиться общаться с деревьями, растениями. То есть, это получается вычленить из этой молодежи тех, у кого есть способность видеть что-то? Во-первых, способность. Во-вторых, ну там еще кроме того, чтобы найти этот цвет папоротника, его нужно было еще донести. Его нужно было еще потом донести до людей, потому что человек, который срывает этот папоротник, за ним гонится вся нечисть, которая только может. Ну, так кроме этого человека практически никто этот цвета не увидит, по факту. По факту, да. По факту, да. Ну, это дает ряд способностей. Ну, такой, если знахарей там ведут, да, типа, кто-то, естественный отбор. Ну, возможно. Вы имеете в виду? Нет. В нашей местности лесов не было, и Михаилыч нам давал искать плакун траву. Да. Мы собирали другое. Мы собирали плакун, мы собирали... Адалень? Адалень. Ну, то есть, другие растения будут дать таким свочным? У нас папоротник вот такой. Ступи. Вот. И он на лесополис. Даже такой, главное увидеть. Да. Это тут вот приезжаешь во два, такие вот папоротники. У нас такой в горшках растет, люди выращивали. Не, ну, это искусственно. Ага. Вообще. Ничего общего смысла он не имеет. Ну, в лесу, когда в лес, когда приезжаешь, там, конечно, папоротник. Отличается очень сильно. У вас он был маленький. Флакун тоже светится, да? Хорошо светится. Флакун тоже светится. Ну, вообще мы праздник Ивана Купала празднуем каждый год. Такая регулярная традиция.